На Таймыре она рисовала тундру, в Средней Азии – сайгаков, а на Камчатке – оленеводов и тюленей. На картинах художника Татьяны Капустиной каждый звери-липтица со своим выражением лица, характером и взглядом на мир. В Самаре открылась персональная выставка автора «Все звери мои». Помогли в ее организации близкие друзья и наследники творчества. Она много очень путешествовала, бывала в разных местах, где ее основная цель – это, конечно, наблюдать за животными, рисовать их с натуры, что называется, в естественной природе, делать какие-то наброски. Художника не стало в 2020 году. Она оставила после себя богатое творческое наследие. Пушистые, пернатые, забавные – всегда разные. Ее персонажи узнаваемы и выразительны. Иллюстрации автора украшают страницы книг известных писателей. Ситом Томпсон, Приюшвин, Паустовский, Толстой – список огромен, на самом деле. И здесь уникальность этой выставки – то, что на ней можно увидеть оригиналы этих работ, выполненные различные техники. Это и акварель, это и литография, гравюра на камне, и почувствовать руку автора. Посетители выставки отмечают – работы Татьяны Капустиной не только приносят радость. Их главная миссия – напомнить человеку, что о животных важно заботиться и защищать. Даже если посмотреть, например, старые книжки, можно увидеть эти картинки. Поэтому для нас они очень знакомы, вот для меня. И настолько приятно это ощущение детскости. Приходила моя подруга с внучкой, ей очень понравилось. Она ходила, смотрела, ей всего-то три с половиной года. Ей было интересно, потому что это связь, это связь поколений. Увидеть картины можно в выставочном зале регионального отделения Союза художников России. Экспозиция продолжит свою работу до 9 марта. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.